Если вы хотите узнать моё мнение о новых квестах на Arizona RP, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Раньше, во времена, когда у меня ещё был канал Задан Семён на английском, он у меня есть и сейчас, тем не менее, сейчас я им, знаете ли, активно не занимаюсь, я им вообще не занимаюсь, там не так давно вышел последний ролик, в котором я всё рассказал, так знаете, немножечко, так знаете, украткой что ли, или что-то наподобие того, я не знаю, есть ли вообще такое слово, тем не менее, ладно, я там всё рассказал, я там всё пересказал, что оно там, как было, как вообще я делал ролики, как я не делал видеоролики, как я их монтировал, как я их не монтировал, В общем-то, было много всего интересного, если вы тот ролик не видели, то чего вы, блять, ждете? Заходите на него, смотрите и, в общем-то, наслаждайтесь, и потом можете уже переходить, наверное, к этому ролику, хотя это не имеет никакого смысла вообще. Тогда я тоже пытался выпускать ролики то ли часто, то ли вообще каждый день, и вот были квесты на Arizona Roleplay, знаете ли, когда вводили квесты, это был какой-то вот новый повод для видеоролика опять-таки заснять их, обсудить, как там вообще все это работает, все эти квесты, куда там идти, что сделать, куда сдавать, в общем-то, были такие, знаете ли, украткие, краткие и вот все и краткие прочие вещи, в которых я рассказал о том, в общем-то, как вообще проходят все эти квесты. То есть максимально кратко я рассказывал обо всем этом, чего нельзя сказать о моих роликах, которые выходят тут, где я стараюсь все рассказать максимально подробно, немного, знаете, так посыпать водой, налить ее, возможно, немножечко так в стакан и дать вам попить, чтобы вы такие, о, а вода-то она вполне неплохая. И после этого рассказать вам обо всех квестах, которые сейчас вот сделали на 9 мая. Обычно квесты, там, знаете, на 8 марта, я не знаю, там на 9 мая, на 14 февраля, я не знаю, на Хэллоуин, на все прочее. Раньше, по крайней мере, когда обновы на Arizona Roleplay выходили каждый месяц, в общем-то, все эти квесты, они, чтобы вы понимали, были, ну, как бы вам так сказать, однотипны. То есть, менялись только какие-то имена, и вот наподобие того, к сожалению, сейчас я не смогу продемонстрировать, возможно, там, ролик Луняш и всех прочих людей, которые когда-то снимали на Arizona RP. Квесты, это всегда хорошо, но это не отменяет скинов бомжей, сука! И, в общем-то, высказывались об этих самых квестах, потому что таких людей было, знаете ли, максимально минимальное количество, если вообще возможно так сказать. Хотя я думаю, что так сказать вполне-таки возможно, чтобы вы, в принципе, плюс-минус вот так вот понимали. И, в общем-то, квесты на 9 мая. Моя какая-то рецензия, мой какой-то обзор на все это, как там все это проходит и так далее. Вообще, что самое главное, я заметил то, что в GPS теперь появился такой, знаете ли, новый пункт под названием квесты, в которых можно там зайти и, в общем-то, найти сразу же то место, где тебе нужно выполнить квесты. Квесты, по-моему, выполняются, чтобы не соврать, то ли с 8-го, то ли с 6-го левела, то ли вообще с 5-го, в общем-то, с 1-го левела, что самое главное вам важно знать, а квесты не выполнить. Со 2-го, скорее всего, тоже их не выполнить. Поэтому, в общем-то, качите аккаунт и я думаю, что вы знаете, какой вообще никнейм пригласившую нужно ввести для того, чтобы максимально продуктивно вкачать свой аккаунт и получить разнообразные бонусы, а именно 300 тысяч вертов. А никнейм этот самый, это Данте Коннор, поэтому вводите его, если еще не зарегистрированы на Reson Roleplay, а в частности на сервере Phoenix. Вот, поэтому, чтобы все у вас хорошо было, нормально и замечательно. Квесты на 9 мая. Ты на них приезжаешь и начинаешь их выполнять. Просматривая мои ролики, тот геймплей, который есть в них, вы могли неоднократно заметить, что я выполняю квесты, вот как раз-таки посвященные там 9 мая и вот всему прочему, и то, как они вообще вот все выполняют. Некоторые их выполняют с мобилки, я вообще не понимаю таких извращенцев лично, мне на мобилке играть абсолютно неудобно. Но дети сейчас растут такие, что они прям какие-то вундеркинды, и на мобилке играть для них это, как я не знаю, как ходить, допустим, как дышать. То есть для них это реально проще простого. И, в общем-то, да, ты приходишь на квесты, и вот что самое меня порадовало, конечно же, есть встречающиеся опять вот эти вот все квесты. Когда ты едешь там до одной точки, делаешь там другую, забираешь у одной то, у другой то, но я думаю, что это, знаете, такая концепция всех этих квестов по-другому. Их изложить, ну, скажем, прямо просто невозможно, потому что, ну, а как ты сделаешь квесты по-другому? То есть квесты, это изначально ты забираешь здание у одного, бежишь там до другой контрольной точки, а там с ним разговариваешь, идешь в другую контрольную точку. Так было везде, и в World of Warcraft, и в линейке, хотя в линейке особо квестов не было. И вот сейчас на Аризоне РП, разумеется, квесты, вот, представляют из себя нечто подобное. Есть также и неплохие квесты, допустим, там надо было на 9 мая съездить в музей, там, пофотографировать всякие разнообразные вещи, которые вы там могли найти. То есть там реально вот так вот подписывалось, сфотографировать нужно это, либо сфотографировать нужно то. И это, как нельзя, кстати, удобно. И вообще квесты, которые вышли в этом году на 9 мая, к сожалению, я не смог пройти хэллоуинские квесты. И, к сожалению, я не прошел квесты на 14 февраля, если они вообще были. Я вот именно начал проходить сразу же квесты на 9 мая. И, в общем-то, доволен своим прохождением всех вот этих вот квестов. То есть мне квесты в этом году на 9 мая понравились. Не знаю, какие были квесты, опять же, в прошлое столетие века и во все проще. Однако, ладно. Однако, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Я надеюсь, что вы меня поняли максимально четко, максимально отчетливо. И сделали из этого какие-то свои определенные выводы. Геймплей данного видеоролика заснят на сервере Arizona. Роли-плей Феникс. Айпишник в описании. И там же находится мой никнейм Данте Коннор. По которому вы сможете получить 300 тысяч вертов при достижении вами 5-го игрового уровня. Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал, в котором выходят прям максимально такие, знаете, информативные посты с роликами, без роликов и вот совсем-совсем вот этим вот прочим. В общем-то, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.